недавно сидел и на досуге думал а какая же мне камера нравится больше чтобы я хотел если бы была бы возможность на сегодняшний день для себя прикупить и каждый раз просматривая те или иные объявления те или иные рекламы на какие то более современные камеры возвращаешься к тому даже просматривая собственно может быть видеоролики возвращаешься к тому что некий предел он наверное существует и вот эти все последние камеры не знаю брать там не знаю sony fx30 там fx3 и fx6 и за этом sony a7s 4 да по картинке сказать то ли их так обрабатывают получать какую-то либо конечную синтетическую картинку мне не очень нравится она может быть да она может быть четкой она может быть резкая но какая-то она бездушная что ли иногда вот думаешь даже смотря на какие-то старые камеры что в таких камерах может быть даже и пусть у него нет вот этой четкости да ну там какая-то душа есть там какая-то есть картинка есть некий шарм кто-то наверное скажет особенно мамкины критики скажет что но вот здесь смотри какая картинка она четко она бритвенная резкая она офигенная а кто-то скажет мне не очень нравится и это буду я я не люблю прям конкретно стопроцентные такие резкие картинки особенно вот такого формата как в экшн камерах ну понятно что они предназначены для других целей и это не стоит задача получить размазанную картинку там должно быть все четко все резко но мне не нравится я не люблю такую картинку и рассматриваю думаю если бы себе менять камеру а на какую потом следующий сразу вопрос сверху нахлобучивает зачем ее менять вообще вот у меня например периодически они вспоминаю раньше была камера sony a6500 и хочу сказать что это офигенная камера что она мне нравилась есть по на сейчас было я бы наверное не продолжал бы снимать вот даже сейчас я снимаю на камеру sony zivian и у меня желание даже на ней чуть-чуть там под убрать контрастность под убрать резкость потому что для меня это картинка чуть рисковатая и кто-то наверно тоже скажет да блин отстой на хрен нужно камера должна быть асс 4 там либо какой-нибудь я не знаю там canon r8 там или еще какие-нибудь здесь наверное мне кажется вопрос что вы хотите от камеры на более дешевую камеру кстати с хорошей оптикой по моему мнению картинку можно снять значительно лучше нежели например на дорогую камеру с дешевой оптикой поэтому если наверное покупать лучше брать относительно недорогую камеру но взять одно хорошее стекло на которые снимать мне кажется это какая-то аксиома но это опять-таки это субъективное мнение что думаете вы если бы вы себе сейчас покупали бы камеру мне это интересно даже ваше мнение ваши комментарии вот какую бы вы взяли камеру где бы она вас полностью устраивала из коробки вот прям достали начали снимать кстати сейчас спешу в автоматическом балансе с автоматическим балансом белого ppo of стандартный режим и собственные со тоже стоит в автомате но пишут окна без всяких источников света и собственно получаю ту картинку которую вы видите сейчас понятное дело что я произведу некий грейдинг чтобы картинка была не столь плосковата не очень люблю кто-то наверное скажет что сейчас наверно все видео все фотографии больше красят кому-то нравится такая картинка более естественная но мне кажется даже картина нарисованную карандашом и картина нарисована и не знаю там масляными красками в ней будет гораздо больше объема гораздо больше передачи красок но опять-таки это субъективно мне нравится так как кто-то скажу что мне нравится черно-белый карандаш это наверное пытаюсь навязать свои интересы что картинка должна быть все-таки покрашена и приведена наверно какому-то стандарту хотя особых стандартов нету и любой покрас это все индивидуально кому-то нравится так кто-то скажет там тени очень синие кто-то скажет очень зеленые кто-то скажет фильмах что кстати вот удивительно зачастую смотришь голливудские фильмы и обращаешь внимание на то что если какой-то особенно блокбастер фильмах тени как правильно как правило тени уходят в зеленый цвет зеленый либо в синий помню как-то в каком-то из роликов покрасил таким же образом свой видос еще раз кстати повторюсь я не использую луты это на случай если кто-то спросит там каким лутом покрашена я не использую луты полностью от и до весь процесс собственными руками и своими знаниями инфо цыганам не верьте старайтесь лучше научиться нормально сама самим красить я думаю сейчас все можно найти в интернете как правильно покрасить но мне написали комментарий сказали чувак у тебя картинка вся зеленая блин но если я так вижу картинку я так хочу я как художник хочу видеть именно в таком свете таком ключе если не нравится эта картинка ну проходи мимо я же не задаю вопрос там не спрашиваю нравится тебе картинка это или нет или там дай оценку моей картинке я просто сделал так как нравится мне нравится не нравится тоже все индивидуально кому-то нравится мороженые там пломбир кому-то из этом эскимо кому-то лакомка и тот кто есть лакомку я ж не говорю что чувак ну и тоже шляпа это же лакомка также так же собственный в камерах кому какая больше картинка нравится кому-то вообще вот картинка нравится с того же fuji когда люди не хотят заморачиваться на цветокоррекции а просто собственно достать ее из коробки включить какой-нибудь пленочный пресет и начинать снимать может бы и я был бы таким есть одно но автофокус fuji конечно шляпа и каждый раз его ловить улетел он не улетел сидеть там с телефоном переживать но не очень интересно хочется вот реально просто как в sony и как в моем случае достал от sony zivivan поставил маленькая камера удобно везде в поездках пишите друзья в комментариях про свои камеры что думаете какой ваш идеал чтобы вы хотели от камеры ваше любимое стекло или может быть вам также как и мне порой нравится мыльница спасибо что посмотрели видео послушали мои размышления на тему камер и также напишите стоит ли бежать за последней моделью камеры или же стоит все-таки максимально научиться выдавливать качество из той который у вас есть на сегодняшний день всем хорошего настроения добра и пока